Народ здорово, привет! Сегодня у нас будет просто офигенный зал, просто офигенные комики и просто офигенные гости. Начнем, наверное, мы с гостей. Сегодня у нас есть великолепный ведущий, великолепный тревел-блогер. Если будет долго не бриться и отрастить себе бороду, то это будет жирный шансунг Павел Ким. Че, брат, камера, да? Следующий парень, который выйдет сюда к нам, это рэпер, его зовут Абос. Было очень круто, я кайфанул. И просто вишенка на торте сегодняшнего вечера. Прекрасный диджей, умница, красавица, спортсменка, активный. Хореограф, по-моему, если не ошибаюсь, но диджей Белла сегодня не пришла, поэтому диджей Ники, поаплодируйте. Сегодня меня прожаривали, очень талантливые, классные ребята. Блядь, было немножко жестковато, пиздец, причем в некоторых местах. Но со стороны было прикольно, кстати. И сегодня будут их прожаривать, замечательные комики, очень круто, вообще просто, да просто, я не знаю, что-то невероятное. Первый, кто выйдет на эту сцену, Асель Идаятова. И Азиз Бориев. У меня у моего брата такая же. Камера, почему брата? Азиз Бориев, Азиз Бориев, комик, спортсмен. В отличной форме находится парень, в прекрасной форме. Он прямо сейчас может сесть между двумя стульями на бутылку. Очень, очень крутой. Так, кто хоть раз был на прожарке? На нашей, на любой, на какой-то, может, так. Ага, есть смысл объяснить, наверное, что это такое. Это формат комедии оскорблений, когда звезды, вот они здесь сидят, с чувством иронии, выслушивают все, что о них думают комики. Выслушать правду о себе иногда очень важно, очень полезно для того, чтобы расти. Поэтому мы, наверное, начнем. Встречайте первого прожарщика, Азиз Бориев. Сразу хочется начать с анекдота. Заходят в бар узбекский стендапер, узбекский рэпер и узбекский диджей. И ничего не заказывают, потому что нет денег. Ладно, перейдем. Спасибо. Перейдем сразу к гостям, диджей Ники. Любое упоминание Ники в кругу друзей начинается со слов «Ой, блин!». Ники очень любит общаться со старушками, чтобы в ее жизни были хоть какие-то бабки. Спасибо. Ники неоднократно попадала в аварию в такси, когда просила АУКС и ставила свои миксы. Кстати, я загуглил, да, я хотел найти информацию про Ники. Я загуглил в Ташкенте. Ой, я загуглил в гугле, бля. Диджей Ники Ташкент. И мне вышла статья «Девять лучших диджеев Ташкента». Я ее от и до прочел, про нее там ни слова. В целом тоже своего рода информация. Ники, кстати, успешно с помощью своей музыки собирает деньги, ну, нуждающимся при условии, что выключит музыку, когда наберется сумма. Она рассказывает, что может писать один микс несколько лет. Спасибо за заботу о человечестве. Кстати, если Ники очень долго принимает ванну, то ее кожа разглаживается. Ладно. Ники еще поделилась одной откровенной информацией, да, когда она за пультом и хочет в туалет по-маленькому, она начинает активнее двигаться, а когда по-большому просто встает и срет. Ладно, следующий наш гость – Аббосс. Рэпер, аплодисменты ему. Аббосс – амбассадор Пепси, поэтому если использовать промокод, то можно продлить с ним секс на две минуты. И в итоге получится две минуты и семь секунд. Кстати, есть ощущение, что Аббосс выглядит как цыганский барон. Чтобы отбиваться от девушек, Аббосс взял себе свое лицо. Аббосс на 80% состоит из автотюна. Еще, кстати, Аббосса сравнивают с Лил Пипом, потому что за последние пять лет у них одинаковое количество хитов. Сложно, да? Лил Пип умер пять лет назад. Так, для справки. Еще треки Аббосса имеют очень приятное свойство заканчиваться. Когда в школе всех проверяли на вше, Аббосса проверяли еще и брови. Не, вообще, да, у него очень выразительные брови, да, выражают сочувствие. Еще, из интересного, Аббосс 12 раз болел коронавирусом, потому что таджики носители корон. Аббосса, когда кончает, смотрит и такой, тупо, лончели. А, ладно, так можно закончить на него. И последний наш гость, Паша Ким, аплодисменты. Кстати, вот, заранее хотелось бы оправдаться, да, когда я только начинал заниматься стендап, мне помогал Паша Ким, поэтому у меня нихуя не вышло. Паша живет с мамой, поэтому ему приходится много путешествовать, чтобы дрочить, когда он хочет. Однажды после выступления к Паше подошла девушка и сказала, может, теперь я в твой микрофон выступлю? Паша сказал, у меня петличка. У Паши есть свой тревел-блог, и в последнем видео на YouTube Паша извиняется перед подписчиками, видимо, с мамой поссорился. А еще Паша говорит, что не ест собак, но не потому, что любит животных, а потому, что в мире есть много другой вкусной еды, например, кошки. И еще, кстати, Паша заранее предсказывал, что мы будем шутить про его маленький член. Нет, мы не будем, это сделала уже природа. И Паша действительно тревел-блогер, он путешествует по странам. Ну, конечно, не сексом же заниматься с таким членом. Не, на самом деле я не могу так говорить, я же не видел, да, член Паши, хоть он мне его и показывал. У меня на этом все, большое спасибо. Ребята, вы очень крутые, посидели с кайфом, на вайбе. Очень легко прожаривать кого-то, когда главным мотиватором является зависть, ребята. Давайте еще раз поаплодируем. А теперь встретьте такими же бурными аплодисментами следующего прожарщика, комика Асель Идаятова. Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня в гостях творчество Узбекистана после химиотерапии. Диджей Ники. Диджей Ники в фактах о себе написала страшная матершиница. Оба факта правда. Диджей Ники пишет, что когда хочет в туалет, начинает активно двигаться. Здорово, что хоть один человек двигается под ее музыку. Когда босс выступает, в него летят яйца. Когда выступает Ники, в нее летит крем от морщин. У диджей Ники любовь к музыке началась еще с детства, когда изобрели виниловые пластины. За что вы так думаете? За живое прям, сука, за больное. У Ники в паспорте в графе пол написано в песке. Ники могла бы быть самой брутальной лесбиянкой, но тут появился оббос. У Ники, кстати, классный саундтрек и к фильму «17 мгновений весны». Есть татары-монголы, есть тюрки. А есть чурки, оббос. А боссу нелегко в школе. Когда дети сдавали деньги на ремонт, а боссу приходилось его делать. Знаете, что общего между мной и боссом? У нас у обоих нет фанатов. Удивительно, что на боссе сейчас больше косметики, чем на Ники. А на корейце больше волос, чем на таджике. Ну, действительно, девушке обосса обидно, ведь у него брови ухожены, не ее. Когда обоссу говорят «наденьте маску», он открывает Инстаграм. В обоссах, как настоящего рэпера стреляли родители, когда узнали, что он рэпер. Если трек обосса смиксует диджей Ники, то получится какая-то шутка Паши. То есть, какое-то говно. А босс сходил на «Заебись» подкаст, теперь это просто подкаст. Паша рассказывал в интервью о популярности, что его однажды узнал курьер Японо-мамы со словами «ты же только что на кухне был». Если бы Павел был экскрипционистом, то когда он раскрывал плащ, люди бы сами немного задерживались в попытках разглядеть. Мы с Пашей давно знакомы. Моя бабушка раньше покупала у него солености на бассейнере. Павел посадил зрение, потому что возился с мелкими предметами. Можно не договаривать. Паша жалуется, что его часто путают с Валентином Ким, даже не подозревая, что оба нахуй никому не нужна. И у Паши две отличительные черты. Вот, раз, два. Ну все, спасибо. Я не такая уж и хуёвая, на самом деле. На меня тоже подпишитесь. Диджей Ники. Диджей Ники дала нам информацию о себе, очень ответственная девушка. Ники пишет, меня друзья называют баба с яйцами. Правда? Да. Правда. Ну мне кажется, для такой красавицы, как ты, ну это грубовато. Ну, может быть, лучше как-то типа, ну, свой парень. Свой парень с вагиной. Не, ну это, если слишком ванильно, ну давай пожёстче, типа, мужик с пиздищей. Мне очень нравится эхо вот это. Мужик с пиздищей. Это в прямом смысле пиздатый бро. Пиздатый бро. Круто, круто. Нихуя не смешно, это под вырезком. Диджей Ники написала, что она занудливая, как старая бабка, и поэтому, чтобы поддерживать имидж, Ники берёт сумку вот с такими, знаете, лапами куриными и каждое утро в 6 утра куда-то ебашит через весь город, блядь, с коляской. Ну и вот мы доехали до Паши Кима. Паша Ким, мой друг, ёлки-палки. Я недавно видел Пашу на рынке. Или не Пашу, хуй его знает. Если бы Паша был бегемотиком из киндер-сюрприза, то вечно попытался бы один и тот же, блядь, причём, блядь, так и задуманно, понимаете. Знаю секрет от бывшей девушки Паши, что он, когда в позе Доги Стайл, у него урчит в животе от голода. И неважно, он актив или пассив, там. Паша написал, что он слишком волосат для корейца. И я знаю, почему. Это когда твой парень головой бьётся об твой лысый затылок, блядь. Знаете, Паша модник. Паша красавчик, Паша модник. У него очень много крутой одежды. Он всегда в каких-то худи, в каких-то крутых кроссовках, в дорогих джинсах. Единственное, что ко всему этому не идёт, это Паша наебала. Так, ну у нас есть ещё, ребята, есть ещё и ответочка. Потому что Паша Ким, он такой тип, важный гусь. Он тоже подготовился. Поэтому под ваши аплодисменты встречайте Паша Ким. Так, всем привет. Ещё раз можно поаплодировать. Спасибо большое. Давайте в первую очередь мы поаплодируем всем комикам, которые сегодня выступали. Я думаю, что они справились полностью со своей задачей. Они написали шутки классные. Вот. В первую очередь давайте поаплодируем Тарасу Косымбарову. Тарас Косымбаров. Мы с Тарасом вообще комики-староверы. Обычно он читает шутки с бумаги. Я тоже читаю шутки с бумаги. Но между нами есть разница. Я читаю материал до того, как подотрусь бумагой. А он сначала подтирается, а потом читает то, что получилось. Тарасу 35 лет. Он женился очень поздно. Настолько поздно, что жена подарила ему в день бракосочетания два кольца. Одно обручально, второе для поддержания эрекции для пениса. Я считаю, что Тарас настоящий мужчина. И как настоящий мужчина он годами сдерживает слезы, но кончает за пару минут. Тарас начал заниматься стендапом и юмором раньше нас всех. Его первые выступления можно найти, если вбить в гугл. Ученые обнаружили окаменелые фекалии мамонта. Давайте поаплодируем отдельно Аселе Даятова. Аселе Даятова, крутая комикесса. Если честно, мне очень сложно шутить про Асель. Посмотрите на нее. Она такая красивая, она такая милая, она такая уютная, пушистая. Как зимняя варежка. В нее тоже хочется засунуть кулак. Что? Она говорит, хочу засунуть в нее кулак. Недавно до Аселя докопался мент. Она начала кричать, я малолетка, что ты мне сделаешь? Но ее отчима это только заводила. Однажды Асель сходила в туалет по-большому и так сильно просралась. Вот очень сильно просралась. Из нее вышло так много говна, что ей было жалко это смывать. И она начала с этим встречаться. Азиз Бариев, ваши аплодисменты громкие. Азиз Бариев, борец. Он спортсмен, он занимается борьбой. Но я считаю, что самый настоящий борец в их паре это Асель. Потому что каждый день приходится бороться с чувством отращения к Азизу. Азиз родом из Корши. В свое время он пытался стать самым известным и самым популярным представителем города Корши. Но, как вы понимаете, у него это не получилось. Поэтому у меня вопрос. Азиз, каково это проигрывает Тандыр Гу, что? Диджей Ники Чайна. Давайте поаплодируем гостям. Перейдем. Диджей Ники Чайна. Диджей Ники в псевдониме диджей Ники есть слово Чайна. Потому что, как она утверждает, она много лет работала в Китае. Но, Ники, давай, честно, играть музыку в Чайна Тауне не означает работать в Китае. Когда Ники занимается сексом с несколькими людьми одновременно, она называет это не Оргия, а Ремикс. Еще диджей Ники во время мастурбации не трет клитор, а скретчет его. Для тех, кто не понял, она делает так. На самом деле, мы знакомы с Ники уже очень много лет. Мы работали с ней на разных проектах. Были разные случаи, в разных заведениях работали. И вот был случай, однажды Ники, вот не даст соврать, в клубе «Воздух» один парень вот прям ладошкой схватил за пипиську. Ну, за письку прям. Я не помню. Не помнишь уже? А, блядь. Когда это было? Уже не помню. Обычный четверг. Да, да, да. Обычный четверг. Это был случай, когда они пытались украсть единственную ценную вещь. У меня есть фантазия. Я хочу, чтобы диджей Ники поставила свой диджейский сет и при этом сидела у меня на лице. Эминем прославился тем, что он был единственным белым, как будто вы не хотели. Валера, возвращаемся домой. Ставим музыку. Я хочу, чтобы она играла диджейский сет и при этом сидела у меня на лице. Так мои уши будут закрыты ее ляжками, и я не буду слышать ту хуйню, которую она ставит. Тупак прославился тем, что в него стреляли несколько раз. Эминем прославился тем, что он был единственным белым рэпером среди черных исполнителей. Нотариус Би-Ай-Джи прославился тем, что являлся лидером хип-хопа всего восточного побережья. А босс... А босса позвали на прожарку в Беркович Уно. На Тараса Шевченко 8. Ну, блин, реально, кто видел афишу? Поаплодируйте. Организаторам в афише пришлось уточнить, кто такой абосс, приписав туда в скобках рэпер. Что он не художник, он не швея, он не Андрей, он рэпер. Но мне кажется, что в слове абосс-рэпер ошибка, в слове саны должно быть не абосс-рэпер, а абосс-саны. Я считаю, что абоссу нужно строить карьеру по принципу, по которому строит свою карьеру диджей Ники. Но вы скажете, постой, ведь у диджей Ники нет карьеры. А я отвечу, вот именно. Сегодня в зрительном зале очень много друзей абосса, потому что он сказал, да ладно, пацаны, приходите, все нормально, я петь не буду. Тем не менее, давайте поаплодируем абоссу, ведь у абосса сегодня день рождения, друзья. Абосс, я знаю, что день рождения у тебя в другой день, просто это было единственное возможность, чтобы хотя бы какие-то аплодисменты вытащить для абосса. 18 декабря, если в эфире, будет нормально? Теперь, по крайней мере, ты знаешь, как звучат аплодисменты. Так, абосс занимается музыкой, он пишет текстал, он пишет музыку, и свои первые две ноты он выучил во время кунилингуса, это фа и соль. Следующие две ноты он выучил уже с другой девушкой, но только через год понял, что нот стра и пон не существует. Абосс делает настолько плохую музыку, что когда он репетирует у себя дома, соседи жалуются не только на странный шум из квартиры, но и на вонь. У него бровь раздвоилась. Если честно, если признаться, у меня есть еще одна фантазия, я мечтаю взять пластинку группы Queen и засунуть свой член в эту маленькую дырочку посередине. И, во-первых, у меня это получится, а во-вторых, мы с Абоссом станем чем-то похожи. Мы оба нахую вертели хорошую музыку. И если говорить о себе, я ненавижу на самом деле всякие стереотипы про корейцев, что там корейцы едят собак. Но я понимаю, что от этого никуда не деться, с этим нужно жить. И не зря говорят, ты то, что ты ешь. Поэтому меня зовут Павел Ким. Во время знакомства с людьми я нюхаю их жопы. Все, спасибо большое. Узнала много интересного о том, как я драчу ванной, скрэйчу. Пиздец, конечно, блядь, просто. Йоу, всем привет. Меня зовут Павел Ким. Сегодня меня пригласили на прожарку. Мне очень приятно. Но у меня по этому поводу две мысли. Первая мысль. Либо я действительно настолько вселеба, что меня стоит прожаривать, либо со звездами в Ташкенте настолько плохо и в юморе в целом, что меня пригласили прожаривать. Это был Павел Ким. Бурные, бурные, нескольчаемые. Здравствуйте. Приходите на комиков, ходите на разные шоу. Мы вам всегда очень рады. Это было шоу Вилл Данн. Спасибо большое, что пришли, ребята. Пока. Все? Че? Че?